КОНДИЦIONЕР Начнем мы с кондиционера, который называется серобионитривект. Он сейчас перед вами. Это специальная смесь из очищающих бактерий. Расщепляет отходы жизнедеятельности и, соответственно, перерабатывает нитраты в нитриты. И уже через 24 часа после применения серобионитривект можно запускать рыбок в новый аквариум. Помимо этого, убирает муть в воде и восстанавливает биологический баланс в аквариуме, например, после лечения рыб. То есть, его можно использовать не только перед запуском. Правда, здесь есть два нюанса. Первый нюанс, перед тем, как его употреблять, его необходимо взболтать. Второй нюанс, после того, как вы откроете, его необходимо хранить в прохладном месте. И в основном его хранят в холодильнике. Поехали дальше. Еще один интересный кондиционер для аквариумной воды от компании Сера, это Сера Такси Век. Для чего она необходима? Ну, в первую очередь, его используют в такой ремисе для того, чтобы снизить частоту подмен воды. Чтобы не так часто воду менять, грубо говоря. С помощью чего он действует? Как он вообще действует? Дело в том, что здесь используется формула специальная, которая немедленно устраняет опасные загрязнения, угрожающие жизни рыб и фильтрирующим бактериям из аквариума, из аквариумной воды. Устраняет аммоний, аммиак, соответственно, не так растут водоросли в аквариуме. Кроме того, он устраняет агрессивный хлор и водопроводные всякие там элементы, которые вредны для рыб. Эффективен в качестве устранения остатков дезинфицирующих средств и применения разных лекарственных препаратов после лечения. При этом он способен связывать различные металлы, тяжелые металлы, такие как медь, цинк, свинец. И производитель пишет о том, что он связывает даже ртуть. Поэтому загрязнители не могут навредить рыбкам и полезным бактериям в биофильтре, во внешнем фильтре, так скажем. Поехали дальше. Еще два интересных кондиционера от компании Сера. Это Сера Акутан и Сера Голди Акутан. Они оба идеально подходят для снижения стресса во время транспортировки и пересадки рыб. Защищают слизистую оболочку рыб благодаря своему ценному комплексу витамины группы В. Очищают воду, мгновенно связывают вредные ионы тяжелых металлов и нейтрализуют растворенные соли и агрессивный хлор. Сера Голди Акутан также быстро подготавливает воду водопроводную. Сера Голди Акутан немедленно удаляет хлор и хлорамины, связывает токсичные тяжелые металлы, ну какие там металлы, такие как медь, цинк, ну или свинец. Предотвращает загрязнение воды аммиаком, а также выравнивает PH. Вот единственное что, Сера Голди, соответственно, да, он для золотых рыб и для многих холодноводных рыб. Сера Флорена. Это последнее средство, которое мы сейчас в этом видео рассмотрим от компании Сера. Сера Флорена. Удобрение для растений. Флорена является жидким удобрением, предназначенным для всех видов растений, воспринимающих удобрения через листья, которые включают в себя все полезные вещества, необходимые растениям. Особенно тем видам, которые существуют короткое время и постоянно нуждаются в регулярном питании. Например, такое растение может быть, выступать в качестве такого растения может кабомба. Не содержит нитратов и фосфатов. Благодаря специальному технологическому процессу, его производство позволяет активизировать полезные вещества, входящие в его состав, только тогда, когда у растений возникает потребность в них. Обеспечивает здоровый и обильный рост растений. Не вызывает при этом цветения воды. Один раз в неделю добавлять поочередно по 5 мл флорены. И одну таблетку Флорена можно также использовать на каждые 20 литров воды. В случае, когда аквариум сильно зарос растениями, необходимо более частое применение удобрения. А теперь давайте перейдем к другим производителям. Друзья мои, вашему вниманию представляю кондиционер от компании АПИ. Называется Стресс Код. Стресс Код Плюс. Кондиционер с алоэ для декоративных рыб и воды. При этом он не является лекарственным средством. Его используют только для декоративных рыб. Стресс Код восстанавливает поврежденные ткани и стимулирует синтез слизистого слоя на теле рыбки, что помогает предупредить потерю электролитов, так называемых. Нейтрализует также он хлор, хлорамины и аммиак. Ну, конечно же, токсичные тяжелые металлы, как мы смотрели сейчас серу. Используется при наполнении новых аквариумов, при запусках, при посадке новых рыб, при смене воды или в период восстановления рыб после повреждений и различных заболеваний. Какая дозировка у этого средства? 10 мл, то есть 2 чайные ложки, примерно на 38-40 литров воды. Для удаления хлора и хлораминов 5 мл или 1 чайная ложка, также на 38-40 литров воды. Средство мне очень нравится, очень хорошее, но оно менее популярное, не так распиаренное, как, например, та же Сера или компания Тетра. У этого фирмы мне нравится еще один кондиционер. И сейчас мы к нему перейдем. Алгофикс. Если то средство, которое мы только что смотрели, стресс-код, он для того, чтобы подготовить воду, для того, чтобы запустить рыбу, для того, чтобы поддержать здоровье рыб, то это средство уже идет от водорослей. С помощью этого препарата прекращается рост всех нежелательных водорослей. В том числе и когда бурые водоросли в аквариуме, и черные бороды, предотвращаясь светение воды, когда вода становится зеленая в аквариуме. От всего этого помогает данное средство. Справляется с водорослями, которые обрастают на камнях, на декорациях и так далее. А при регулярном применении поддерживает чистоту в аквариуме постоянно. То есть, если вы по чуть-чуть будете добавлять периодически, то вода никогда не будет свистеть, и водоросли не будут появляться в аквариуме. Ну и помимо всего этого, он не требует подмены воды, так как он не токсичен для рыб и не токсичен для растений. Как же его применять? Данное средство применяется следующим образом. Добавляется по 1 мл на каждые 38 литров воды. Но я делаю так. Я лью 1 мл на 40 литров воды, и мне этого достаточно. Или 5 мл, то есть 1 чайная ложка, как я уже говорил, на каждые 190 литров аквариумной воды. То есть, хватает данного средства очень и очень надолго. Хочется также сказать вам честно, потому что бывали случаи, бывали такие случаи, хоть и производитель говорит о том, что рыбок никак не действует и никак не влияет. Возможно, я чуть-чуть переборщил. Тоже, да, почему я 1 мл лью не на каждые 38 литров воды, а на 40. Потому что бывали такие случаи, когда рыбкам становилось плохо. То есть, как плохо? Их не тошнило, не рвало, конечно, да, мы этого не можем увидеть. Но они становились в ступор. Добавляли это средство, и какое-то время рыбки находились в ступоре. А у моих знакомых однажды, однажды, пару рыбок даже, ну, про простенькие, там, Данио Реррио были, но они даже всплыли через ночь. Ну, то есть, вечером залили, утром проснулись, две рыбки плавают пузом кверху. Возможно, это от него. Ну, хотя у меня таких случаев смертельных исходов не было. Ну, то, что рыбка стопорится и не поймет, что происходит с водой, такое действительно есть. Но, я так думаю, почему это может быть еще? Потому что, потому что, когда меняется структура воды, что-то добавляется, рыба, естественно, не привыкшая к этому, и, естественно, она начинает переживать за свое жилье, так скажем, и смотрит с опаской на все это дело. Со временем рыбка привыкает, сейчас я заливаю это средство, а рыбка вообще никак толком не реагирует, ну, потому что он постоянно находится в воде, в некоторых аквариумах. В общем, в принципе, средство неплохое, но поначалу будьте предельно аккуратны. И не перебарщивайте, следуйте инструкции. Поехали дальше. Перед вами, дорогие друзья, Сайдекс. Это средство, на которое я уже хотел давно снять обзор, и мы сделаем его более полным. Сейчас мы просто познакомимся с ним, посмотрим, что это такое, и я вам немножко про него расскажу. Сайдекс – это средство для борьбы с водорослями в аквариумах. Это одно из, скажем так, очень старых и интересных способов, о котором ходят и слагают легенды. Так вот, как уже сказал, то что Сайдекс, он предназначен для борьбы с водорослями, нежелателями в аквариуме, причем непростых водорослей, а таких, как Черная Борода, Вьетнамка, ну и другие такие серьезные водоросли. Успешно справляется с водорослями, уничтожая их на уровне не просто убирает их, а на уровне спор. При этом высшие растения, широколистные, как правило, не страдают, но не всегда тут нужно смотреть за дозировкой. Причины появления нежелательных водорослей всем известны, и они могут быть разными, но суть из всех одна – это избыток питательных веществ, которые они используют для размножения и роста в аквариуме. В первую очередь это нитраты и фосфаты. Именно поэтому абсолютное большинство удобрений для аквариума не содержат эти вещества, так как и так в избытке в аквариуме. Ну и давайте немножко истории расскажу про Сайдекс. Сайдекс изначально предназначен для дезинфекции в стоматологических кабинетах. Имеет действующие компоненты глутаровый альдегид, и на это аквариумисты обратили внимание. В дальнейшем аквариумистами вычислялись оптимальные дозировки и особенности применения. На просторы стран бывшего Союза информация о применении Сайдекса в аквариуме дошла только, друзья мои, в 2008 году и быстро начала распространяться на форумах. А уже в феврале 2011 года вышел адаптированный для аквариумов препарат Сайдекс. Вот он перед вами, один из представителей Сайдекс. На самом деле фирмы бывают разные, делают Сайдекс, но это одна из самых популярных, которые постоянно встречаются. Могу сказать, что средство действительно хорошее, действительно многие им пользуются, но будьте осторожны, потому что оно очень опасное в применении. Если опыта мало, лучше повременить или даже, может быть, отказаться от него. Ну вот, в принципе, и всё, что я вам хотел сказать сегодня в этом видео, дорогие друзья. Из этих видео про Тетру, которое у нас вышло недавно, из видео, которое вышло сейчас, мы добавим ещё немножко видео и сделаем одно большое видео, для того, чтобы вы могли ориентироваться в зоомагазинах и аквасалонах, в различных кондиционерах и жидкостях. Мы все эти видео объединим в одно большое. Я думаю, получится очень интересно, и вам будет удобно его сохранить, ну, например, в соцсетях, ВКонтакте или ещё где-нибудь в Одноклассниках. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте пальчик вверх, а я на этом с вами прощаюсь, и всего вам доброго, до новых встреч в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok